В железнодорожном округе водитель Митсубиши Диамант врезался в неподвижно стоящий на проезжей части мотоцикл. На байке ехала молодая пара. 25-летний водитель Хонды вместе со своей спутницей направлялись в сторону завода Балтика. Там они планировали перекусить в придорожном кафе. За помощью к врачам обращаться не стали. Удар мотоциклист назвал достаточно мягким. Словно получив пинок, Хонда откатилась вперед на несколько метров и завалилась на бок вместе с наездниками. Все, что в таком случае грозило байкеру и его подруге – ушибы и ссадины. Но от них защитили кожаные куртки, а голову уберегли шлемы. До аварии водитель двухколесного транспорта двигался по второму ряду. Остановиться он был вынужден из-за притормозившей впереди иномарки, шофер которой собирался повернуть налево. Остановились, ждали пока можно будет перестроиться или проедет машина налево. Услышал ее из тормозов, начал трогаться, чтобы уехать от него. Ну и догнал, соответственно. А скорость большая была у «Диаманта»? Не обратили внимания? Скорость большая была. И тормозной кудеш, большой, длинный, там три столба тормозит. Покрышки «Митсубиши» оставили на асфальте черные полосы длиной в 33 метра. 29-летний водитель седана своей вины не отрицал и предложил байкеру разъехаться, не обращаясь к сотрудникам ГИВДД. Правда, свои слова он был вынужден взять обратно, услышав сумму, которую озвучил мотоциклист на восстановление железного коня. Ремонт стоп-сигнала, спинки сидения и элементов обшивки Хабаровчанин оценил в 120 тысяч рублей. Стоимость всего мотоцикла немногим больше указанной суммы. Дело в том, что эта «Хонда Магна» была выпущена в конце 80-х годов прошлого века, и производство этой серии закончилось в 93-м году. Найти детали на такой байк сейчас будет проблематично. С места происшествия Виталина Кондрахина, Александр Ефанов и Павел Рогатин.